Здравствуйте! Основателем актерской династии Кадочниковых является гениальный советский актер Павел Кадочников. Всего каких-то 50 лет назад этот актер был настолько популярным, что его имя знали в самых отдаленных регионах Советского Союза. Павел Кадочников был национальным героем, любимцем у женщин. Его много снимали, все проекты были очень успешными. Он был обласкан правительством и имел счастливую семью. Но судьба очень часто бывает переменчивой и после щедрот может обернуться крушением. Павел Петрович Кадочников появился на свет 29 июля 1915 года в Петрограде. Но уже через два года семья вынуждена была переехать на Урал. Когда Павлу исполнилось 12 лет, семья Кадочниковых вернулась в родной город Ленинград. У одаренного мальчика была мечта стать художником. Поэтому он посещал в Ленинграде художественную студию. Там его и приметил режиссер, находившийся неподалеку театральной студии. После первого же выступления Павла на сцене стало понятно, что он настоящий самородок. Режиссер добился того, чтобы 15-летнего юношу приняли в театральный техникум. В этом техникуме Кадочников не только обучился актерскому мастерству, но и успел дважды влюбиться. В 1935 году дебютировал в кино, в фильмах «Несовершеннолетние» и «Совершеннолетние». Он исполнил небольшую роль. Впервые увидев себя на экране, актер сильно расстроился. Ему показалось, что страшнее его на съемочной площадке никого не было. После этой незаметной роли Павел Кадочников решил больше в кино никогда не сниматься, полностью посвятив себя театру, где ему предлагали одну роль за другой. Но в 1938 году кинорежиссер Юткевич пригласил актера исполнить небольшую роль в фильме «Человек с ружьем». После этого разочаровавшийся был и в кино актер вновь стал появляться на экране. Далее была работа в картине «Яков Свердлов», в которой Кадочников создал образ писателя Максима Горького. В 1941 снялся в главной роли музыкальной мелодрамы «Антон Иванович Сердица». Съемки картины закончились 21 июня 1941 года. На следующий день началась война. Актер просился на фронт, но ему запретили. В 1942 году сыграл в картине «Оборона Царицына». После войны получил главные роли в фильмах «Робинзон Круза» и «Голубые дороги». По-настоящему звездной для актера стала роль майора Алексея Федотова в легендарной военной драме 1947 года «Подвиг разведчика». Эта роль принесла Павлу Кадочникову всесоюзную славу. В 1948 снялся в драме «Повесть о настоящем человеке», в которой сыграл Алексея Моресьева. Чтобы реальнее вжиться в образ, Кадочников без дублеров ползал по снегу в свирепый мороз и все время съемок ходил на протезах. Сам легендарный Моресьев был поражен мужеством Павла Петровича, заметив, что он больше него похож на настоящего героя. Очередной звездной ролью стал мотоконщик Федор Николаевич Ермолаев в картине «Укротительница тигров». Стоит отметить его работы в картинах «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Сибириада», «Благочестивая Марта», «Идеальный муж», «Сильва», «Проданный смех», «Две строчки мелким шрифтом», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона, сокровища Агры», «Три процента риска». От отношений с актрисой Татьяной Никитиной, которая училась вместе с ним в техникуме на режиссерском отделении, у него в 1932 году родился сын Константин. Когда Никитина узнала, что Кадочников намерен жениться на другой, то запретила ему видеть сына. Но алименты он платить продолжал. Сына увидел вновь, когда Константину исполнилось 14 лет. Тот сам пришел к отцу. Повзрослев, Константин также стал актером. Жена Розалии Ивановна Котович – советская актриса. Розалия училась с Кадочниковым на одном курсе и была очень серьезной и ответственной студенткой, к тому же еще и комсоргом. Первое время Розалия не обращала на Павла внимания, но постепенно его ухаживания принесли успех. Ситуацию изменил спектакль «Снегурочка», в котором они вместе играли. На репетициях молодые люди сружились. Павел часто провожал Розалию домой и вскоре оба почувствовали, что жить друг без друга уже не могут. Поженились в 1934 году. Вместе прожили 53 года. В браке родился сын Петр Павлович Кадочников, который тоже стал актером. Розалия Ивановна пожертвовала карьерой ради семьи. Во время брака у Павла Кадочникова были отношения на стороне. В 1951 году от отношений с Маргаритой Шумской у него родился сын Павел Бунин, ставший телеоператором. В 80-е годы жизни Павла Кадочникова началась черная полоса. Летом 1981 года не стало единственного общего сына Павла и Розалии Петра. Его родители были безутешны. Особенно тяжело переживала Розалия, ведь она знала, что у мужа есть еще два сына. В 1984 году остановилось сердце старшего сына Кадочникова, 52-летнего Константина. Единственный оставшийся сын актера к тому времени жил за границей. Смерть сыновей стала непоправимой утратой для Кадочникова. Спасла его только работа, в которую он окунулся с головой. Именно в эти годы он получил звание Героя социалистического труда. Последней работой Павла Петровича стал фильм «Серебряные струны» в 1987 году, где Кадочников не только сыграл одну из ролей, но был режиссером, постановщиком и одним из сценаристов. Так как у Павла Петровича сильно упало зрение, была глаукома. Сценарий он надикторовал коллеге. Тот как раз говорил, что хочет поступать на сценарный факультет. Когда фильм вышел, в титрах стояли две фамилии Кадочникова и его соавтора. А буквально через день Павел Петрович получил повестку в суд. Соавтор заявил, что именно он является настоящим автором. А Кадочников украл у него идею и сценарий. Это предательство, несомненно, сыграло свою роль. Павла Кадочникова не стало 2 мая 1988 года. Ему шел 1973 год. Причиной смерти стал сердечный приступ. Местом упокоения актера стало Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге, там, где похоронен его сын Петр. Розалия Ивановна скончалась в 2001 году. Старший сын, Константин Кадочников, родился в 1932 году в Ленинграде. Константин по окончании театрального института работал в театре. Самая заметная роль в кино, дебютная. В фильме «Летят журавли». Константин сыграл сослуживца главного героя. Потом отец снял сына в своем режиссерском дебюте. Музыканты одного полка в 1965 году. У него были незначительные роли в кинофильмах «Я тебя никогда не забуду» «Серебряные струны». К сожалению, Константин скоропостижно скончался от инфаркта, не старым еще человеком. Ему было 52 года. Средний сын, Петр Кадочников, родился 27 декабря 1944 года. Актер впервые дебютировал в кино в 1977 году. Именно в это время ему предложили первую роль в киноленте под названием «Суда не залетали чайки». Затем для молодого артиста последовали съемки в комедийном мюзикле «Благочестивая Марта». Кадочникову достался образ лавеласа. Стоит заметить, что в нескольких фильмах Петр делил съемочную площадку вместе со своим отцом Павлом. Вместе они участвовали в уже упомянутой картине «Благочестивая Марта», а также к киноленте под названием «Сильва». Дважды был женат. Первая жена – Марина. Брак быстро распался. После развода сохранил с ней хорошее отношение. Вторая жена – Светлана Леонидовна. Познакомились благодаря общим друзьям. В браке родились две дочери – Наталья и Юлия. Летом 1981 года мир советского кинематографа внезапно потерял талантливого актера. Семья Кадочниковых находились в путешествии по любимой Прибалтике. В последний день отпуска Петр вместе с женой решили устроить небольшой пикник для друзей неподалеку городка, где отдыхали. Не обошлось компанией без спиртного. Одним из любимых занятий Кадочникова являлось скалолазание. Увлечение Петр унаследовал от отца. Как вспоминал сам артист, папа любил лазать по возвышенностям. Тот же трюк актер решил продемонстрировать друзьям, взобравшись на дерево. Однако ветви не выдержали веса мужчины, и он всем весом рухнул на землю. У Петра Кадочникова был диагностирован перелом черепа и нескольких ребер. Через несколько дней артист скончался в больнице, так и не приходя в сознание. Ему было всего 36 лет. Его старшая дочь Наталья Кадочникова актриса театра и кино, педагог, руководитель творческой мастерской династии имени Павла Кадочникова. Ее можно увидеть в фильмах «Я тебя никогда не забуду», «Серебряные струны», «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», «Линия марты», «Инспектор Купер». Имеет троих детей Петра, Виктора и Алису. Старший сын Петр Кадочников видеоинженер. Снялся в фильме «Тимур и его команда» с возраста 12 лет. Средний сын Виктор Кадочников, актер, режиссер монтажа. С четырех лет занимался в студии при театре на Неве. Затем играл на сцене БДТ. Снялся в фильмах «Всегда говори всегда», «Преступление и наказание», «Месть без права передачи», «Патруль», «Васильевский остров». Дочь Алиса Кадочникова, первый в России педагог-ребенок по анимации. Снялась в фильме «Лучшие враги». Мать Натальи Кадочниковой с отчимом и младшей сестрой Юлией эмигрировали в США. Сейчас они живут в Вашингтоне. Третий сын Павла Кадочникова, Павел Бунин. Он телеоператор, живет в Копенгагене. У него большая семья, пятеро детей, прекрасная жена. Со своим дядей Натальей Кадочниковой впервые встретилась на столетии дедушки в Питере. Теперь они дружат. Это родной и любимый человек Натальи. Пожелаем же удачи во всем продолжателям замечательной династии Кадочниковых.